Здравствуйте дорогие друзья. Сегодня мы поговорим об экосистеме Apple и не только о ее достоинствах, но и о недостатках. У многих людей бомбит оцен, характеристик и ограниченность устройств Apple и это справедливо. Но в основном это касается одиночного использования гаджета. Чтобы перекинуть файлы на тот же iPhone с Windows компьютера нужно либо разобраться с iTunes, либо поискать сторонний софт, ну нельзя просто подключить и использовать. Все как не у людей. И так можно сказать о всех устройствах Apple. По отдельности. Но вместе это реально удобно. И начать стоит с Apple ID работающей в тесной связке с облачным хранилищем iCloud. Это как паспорт, без которого не войти в мир Apple, тут хранится просто все. И это не только банальные контакты, заметки, изображения, видео и прочий синхронизируемый контент, но и все покупки в App Store, музыка и фильмы iTunes Store, пароли не только от учетных записей, но и даже от точек Wi-Fi. Резервные копии всех устройств, история браузинга и список используемых банковских карт. И еще много-много всего. Сама по себе утрата устройства это вообще не проблема в плане хранимых на нем данных, просто потому что абсолютно все в облаке. Достаточно купить новое устройство и поднести к нему старое или просто залогиниться в Apple ID как через определенное время, а это зависит от количества данных хранящихся на вашем iPhone, вся, абсолютно вся информация перенесется на новое устройство. Причем вплоть до расположения иконок приложений на рабочем столе и даже обоин. Ну не круто ли? Например, вы придете к другу и попросите у него Wi-Fi. Если у него iPhone, вы просто подносите одно устройство к другому и пароль переносится автоматически. Ничего вручную вводить не надо. Я скажу даже больше, в следующий раз, когда вы придете уже со своим ноутбуком, он просто возьмет этот пароль из учетной записи iCloud. Удобно же? Следующая несомненно бомбическая функция, которая предлагает такая система Apple называется Continuity или убого русское название непрерывность. Первое, что дает функция универсальный буфер обмена. Достаточно скопировать текст, изображение или файл на одном устройстве, как он будет сразу же доступен для вставки в другом. Благодаря Continuity при входящем вызове или смс можно ответить на любом устройстве, которое первое попалось под руку. Хоть Apple Watch. Аналогично можно и позвонить абоненту или набрать сообщение с любого устройства, несмотря на то, что сим карта будет только в одном iPhone. Камера Continuity может задействовать любой iPhone или iPod Touch для получения фото для компьютера. Просто кликните по функции, сделайте фото на уже запущенном приложении в iPhone и снимок окажется на Mac без необходимости захламлять медиатеку смартфона или что-либо отдельно пересылать. С функцией Instant Hotspot ваш Mac автоматически подключится к iPhone, в котором включена раздача интернета через точку доступа. А если открывать крышку MacBook с Apple Watch на руках, то вводить пароль администратора не придется. Ну и Handoff как часть функции Continuity позволяет начать работать на одном устройстве и закончить на втором. Набираете заметку на iPhone, подносите его к компьютеру и продолжаете набирать на нем. Лазили в Mac в сети интернет и нужно уйти, просто запускаете на iPhone режим многозадачности и продолжаете читать с того места, где вы остановились на Mac. Удобно же. И по такому принципу работает еще целая куча как стандартных, так и сторонних приложений. Дальше переходим к AirDrop. Эта функция позволяет без проводов быстро отправить документы, фотографии, видеозаписи и другие данные между любыми яблочными устройствами. Да-да, это та самая функция, которая заменила классическую передачу данных по Bluetooth, которой нет из коробки. Правда при помощи того же приложения, к примеру Shared, все-таки можно это сделать. Но это уже стороннее решение. С другой стороны, огромным недостатком AirDrop можно считать низкую скорость передачи данных. Если для каких-то фотографий или коротких видеороликов сгодится, то уже для гигабайтных файлов лучше проводное соединение. Ну и завершающаяся часть всего того, что связано с достоинствами экосистемы Apple, это конечно же звук. Технология AirPlay в двух генерациях и чип W1, который устанавливается во все последние наушники компании Apple, а это AirPods и модели Beats. Благодаря этим технологиям передача звука на любое устройство это дело двух щелчков. А к примеру, те же колонки HomePod вообще видят друг друга и легко объединяются в стереопары. Несомненно, все это и многое другое можно настроить в паре Windows и Android или в паре Windows и iPhone за пределами экосистемы Apple. Но это нужно заморочиться, это нужно найти сторонний софт, а хороший софт стоит денег и это не будет работать так стабильно как у Apple при отсутствии каких-либо технических проблем. А у Apple все это работает из коробки. Экосистема создает зону комфорта, за пределами которой неудобно. Это и плюс и минус. А недостатков тоже хватает. Экосистема требует регулярного обновления всех устройств, потому как новые фишки появляются не только в свежих версиях но иногда и эксклюзивно только в новых девайсах. Некоторые устройства не работают за пределами экосистемы, например Apple Watch, а к некоторым девайсам нужно подбирать костыли, а это HomePod, AirPods и различные контент сервисы. Ну и самое главное, с этого всего очень сложно слезть. На самом деле экосистема это огромный плюс к которому очень быстро привыкаешь. Если у других компаний зачастую все что объединяет имеющиеся в продаже устройства это шильдик, расположенный на корпусе тех или иных гаджетов, то у Apple есть своя философия, благодаря которой устройства взаимодействуют друг с другом разумно. Очень радует то, что такие компании как Google развивают собственные экосистемы, которые в очень скором времени нагонят саму Apple, а мы как конечные потребители от конкуренции только выиграем. И наконец-то хоть все начнут шевелиться в этом направлении. Экосистема, приятное радство. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч. Буду надеяться, что вы не зря потратили свое время. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok